Семь обвинительных актов – это результат расследования дополнительного уголовного производства по факту передачи городской земли в деле о ЖСК. В числе подозреваемых – регистратор гурсовета, который оформляла кооперативы, и шесть граждан, на которых они были оформлены. Расследование же основного уголовного производства продолжается. Им занимается генпрокуратура. По ее данным, подозреваемые, в числе которых экс-мэр Харькова Михаил Добкин, топ-менеджеры муниципалитета Татьяна Овинникова и Сергей Чечельницкий передали в руки частных застройщиков, среди которых и компании, 650 гектаров земли стоимостью более 4 миллиардов гривен. Сейчас эту землю пытаются вернуть в собственность громады уже с помощью исков в хозяйственный суд. Мы имеем за этот год реально возвращенные 5 гектаров земли в городе Харькове стоимостью 140 миллионов гривен. Это та земля, которая фактически уже возвращена громаде. Всего, говорит Данильченко, только в этом году прокуратурой было подано около двух десятков исков по поводу возврата 25 гектаров земли, переданных под застройку. Причем половина исков касается участков, выделенных в прошлом году. Пока эта работа не всегда успешна, в том числе из-за истечения сроков исковой давности. Но правоохранители надеются, что если незаконная будет признана сама схема, то застройщикам, если даже не придется сносить дома, то придется компенсировать получение участков выкупом их по рыночной цене или оплатой аренды. А это, признаются риэлторы, может увеличить цены на первичное жилье. Поэтому они просят правоохранителей понять и простить застройщиков. Да, громада, наверное, что-то не получила. С другой стороны, объект построен, люди зарабатывают деньги, платят налоги, в конце концов, платят на сегодняшний день какие-то налоги. Я считаю, что это нужно забыть. Те объекты, которые не освоены, может быть, чтобы там государство или кто-то там наложил лапу, предположим, продало, выставил на продажу. Но при этом, представляете, какая может быть себестоимость, ляжет на себестоимость строительства. И будут ли покупать объект недвижимости, когда продадут сотку земли, предположим, там за 5-10 тысяч захотят продать, умовных единиц. Что там кто построит? Никто не будет строить. Громада получит. Но громада и так получает. 10% жилья, то, что жилстрой строит и так далее, отдается городу. Но уже было много всяких запретов. Эти объекты, которые строил жилстрой-1, жилстрой-2, выделялись деньги. Бюджет покупал, семьям погибших мы покупали, атошникам и так далее. То есть нормально. Сейчас взять все это дело. Я считаю, что нужно забыть и дальше двигаться. Впрочем, забыть и простить коррупционную деятельность местных управленцев после открытия территориального управления НАБУ будет сложнее. Руководители структуры пообещали, что детективы готовы проводить дополнительные расследования по наиболее резонансным делам. Незаконное распределение земли, хищение средств на коммунальных предприятиях, в том числе путем проведения закупок по завышенным ценам. Незаконное обогащение чиновников, которые скрывают при заполнении деклараций. Кстати, по последним фактам, харьковские общественники уже передали ряд обращений о подозрительных неточностях в декларациях местных чиновников и депутатов в НАБУ. Если вы обратитесь сегодня, то позиция будет уже сегодня, завтра, после завтра. Я еще раз наголошу, что харьковское территориальное управление открывается в трех других условиях. Воно уже готово до работы. Воно готово працювати тут, имеется в виду те працівники, которые находятся территориально в Харькове. И они готовы принимать, назовем его, десант из Киева для того, чтобы проводить масштабные расследования. Я уверен, что через те двери, через которые мы только что заходили, скоро будут заводить людей, которые не по своей воле сюда будут заходить. А тут какие теперь у нас? Это еще одна болевая точка. Антикоррупционеры не стали уточнять, есть ли у них вопросы к бывшему и нынешнему городоначальнику. Но, несмотря на ограниченное количество детективов, действовать пообещали быстро и независимо. Марина Николаева, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения новости. Продолжение следует...